Курская земля Понятие «курская роспись» возникло не так уж давно, в начале 70-х годов, после принятия ряда постановлений о народных художественных промыслах, после которых началась волна миграции некоторых традиционных народных ремесел из мест их исконного бытования в другие области России. Это произошло и со знаменитой хохломской росписью. Из Нижегородской области были приглашены мастера хохломской росписи и токари для обучения работников Курского лесхоза. Предприятие начало выпускать продукцию, подобную Семеновской хохломе, но все же немного свою. Поначалу роспись изделий была очень похожа на традиционную Семеновскую, но постепенно начала приобретать свои особенности. Она как бы вобрала в себя понемногу образы природы и ремесел, свойственных курской земле. Курская роспись такая яркая, сочная, наполнена народным духом и давними традициями. С одной стороны, традиции действительно старинные, но с другой стороны, курская роспись – молодой и стремительно развивающийся промысел. Каждый, кто хотя бы раз видел изделия курского комбината, невольно вспоминает всем известную хохломскую роспись. Ведь и здесь, в витиеватых узорах, расцветают красные цветы с золотыми лепестками на черном фоне. Яркая цветовая гамма, доминирование черного, красного, вишневых оттенков, золотая кайма и присутствие блесток, обилие цветов, сложного и выразительного орнамента, затейливого узора из народного костюма Курской губернии, также нашли отражение во многих работах мастеров фабрики. Орнамент и изображение объемных маков, рос, васильков, ромашек были переняты из примеров работ суджатских ковров, которые в свое время были весьма популярны не только на территории Центральной России, но и во всей стране. Художники фабрики на своих изделиях стали создавать необычные растительные орнаменты, богатые природными формами трав, луговых растений и цветов. Что касается технологического процесса изготовления изделия, то нужно отметить, что работа эта трудоемкая и занимает достаточно много времени. Древесина заготавливается непосредственно рабочими этой фабрики и только в зимний сезон, до появления сока, до апреля. В основном это осина и липы. Следующий этап это снятие коры и разрезание древесины на заготовки. Работают обычно с влажной древесиной за станком. Затем материал складывают в лари на несколько месяцев для сушки. Потом заготовки шлифуют и наносят грунт, после чего будущее изделие отправляется в печь. После этого изделия снова шлифуют с внутренней и внешней сторон и покрывают олифой и алюминиевым порошком. Субтитры создавал DimaTorzok Вот в этом виде будущее изделие попадает в художественный цех, где по серебристой основе мастер наносит рисунок жаростойкими красками. Затем изделие отправляется снова в печь на сутки, после покрывается лаком и шлифуется. Последний этап повторяется до трех раз. Вся композиция выполняется по замыслу художника вручную, без штампов и трафаретов. Во многих случаях изделие покрывают цветным лаком, и это позволяет использовать диапазон колорита до 20 оттенков красок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Используя экологически чистое сырье, строго соблюдая технологические режимы, следуя сложившейся технике письма, творчески перерабатывая богатое наследие прикладного искусства Курского края, мастера предприятия создают уникальные образцы народного искусства. У курских мастеров выработался свой стиль курской хохломы. В отличие от нижегородского стиля, в курской хохломе большее изображение ягод, пышных букетов, отдельных полевых цветов и маков. Курская роспись характерна обилием зелени. Она, несомненно, ярче нижегородской и перекликается по цветовой гамме с расцветками международных костюмов, а по узорам – с узорами всемирно известных курских ковров. Самовары, деревянные панно, ложки, вазы и другие виды сувенирной продукции неоднократно демонстрировались и завоевывали золотые медали на отечественных и зарубежных ярмарках. Они пользуются широкой популярностью не только в России, но и за рубежом. Субтитры создавал DimaTorzok С полной уверенностью можно сказать, что нынешние изделия курской художественной фабрики являются уникальными, выполнены они в традициях народных промыслов этого края и носят авторский современный характер исполнения. Субтитры создавал DimaTorzok